Здравствуй, Денис. Сегодня мы с тобой будем говорить о еще одних интересных представителях класса довдольных, покрытых семенных растений. Мы сегодня будем говорить о представителях семейства посленовых. Тем более этих представителей однозначно ты видишь практически каждый день у себя на столе. Открой, пожалуйста, рабочую тетрадь. В рабочей тетради укажи тему нашего урока. Семейства посленовые. И ниже запиши, пожалуйста, так же, как и у меня на слайде написано, общая классификация этого семейства. Это царство растения. Отдел цветковые растения. То есть они цветут. Класс двудольные, семейство посленовые и непосредственно род послен. Что же это за такой род? Большинство посленовых это травянистые, однолетние или многолетние растения. Посмотри, пожалуйста. Наверняка по форме этого цветка ты уже, наверное, догадался, какое самое распространенное растение тебе известно. Что же он из себя представляет? Посмотри, пожалуйста, у цветка послена 5 чашелистиков, 5 лепестков венчика, 5 тычинок и 1 пестик. Соцветия или одиночные цветки у представителей этого класса. Стебель, как правило, у большинства посленовых прямостоячий. Корневая система, как и у всех двудольных, стержневая. Плод ягода, вот такая вот ягода, или коробочка. Ну а семя состоит из двух семидолий. Опыляется это растение насекомыми, жизненные формы, одна или многолетние травы, кустарники или лианы. И очень много этих растений распространяется по всему нашему земному шару. Ну давай мы с тобой сейчас постараемся разобраться. Дело в том, что это довольно-таки большой отряд, он включает в себя 1700 видов, хотя существует по некоторым данным, что их около 3000 видов. Посленовые бывают овощные. Наверное, по этим цветкам ты уже догадался, что это за растение, да? Конечно же, это обыкновенный картофель. Но не только картофель, но еще и представители баклажанов будут относиться к посленовым, потому что у них тоже такой же цветок, видишь? Вот такие вот красивые плоды, фиолетовые, получаются у баклажана весной, поздней осенью. Вот такие же одинаковые цветки, только как ты видишь, другого цвета. И у тех растений, которые также нам с тобой известны, у помидоров, или томат, как правильно сказать. И перец, как домашний, очень горький, так и обыкновенный болгарский перец, тоже относятся к этому семейству. Это овощные были культуры. Но они очень часто встречаются и в дикой природе. Например, очень интересное растение, физалис. Такие маленькие, красненькие, как будто бы фонарики. Они могут быть распространены довольно-таки на большой части нашей страны. Это и мандрагора. Тоже у нее такие же интересные очень цветки, как у всех посленовых. Вот они какие, они собраны. Видишь, такие соцветия. Эти мандрагоры, они отличаются тем, что довольно-таки интересные. И ранее их в том числе давали животным. Но среди посленов встречаются ядовитые и те культуры, которые мы относим к техническим. В данном случае ядовитый дурман и белодонна. У них ядовито практически все. Посмотри, пожалуйста, у них и цветки будут по большому счету схожи. И вот, пожалуйста, ягода. Но стоит отметить, что эти растения, они относятся к разряду лекарственных. Потому что извлекаемые вещества идут в медицине для изготовления очень большого количества различных лекарств. Дурман тоже ядовитое растение. Вот плод-коробочка его. Плод-коробочка. Декоративные растения. Ну, например, знаменитая бругмансия. Очень красивые такие цветки. Они очень большие. И поэтому с большим удовольствием хозяйки их высаживают в палисадниках. Это знаменитая петуня. Еще совсем немного времени нам осталось, когда петуню тоже будут высаживать на улицах нашего поселка. Вот такие самые-самые различные цветки. Это, как правило, однолетие растения. Душистый табачок. Вот, пожалуйста. Мы опять же, глядя на этот цветочек, можем очень легко представить, какое строение имеет данное растение. И почему мы относим его именно к классу посленого. И твое домашнее задание. Тебе нужно в учебнике открыть страничку 122-ю и прочитать характеристику посленовых, общие признаки посленовых, дикорастущие посленовый и послен. То есть, две странички нужно будет прочитать. И письменно ответить в тетради на вопрос, какое значение имеют растения семейства посленовые. Ты внимательно прочитаешь, ответишь письменно в своей тетради, сделаешь фотографию и прикрепишь эту фотографию своего выполненного домашнего задания. Отправишь мне по электронной почте. Надеюсь, что особых трудностей у тебя эта работа не вызовет. На следующем уроке у нас с тобой будет лабораторная работа, где мы с тобой постараемся выяснить, что же будут из себя представлять те посленовые культуры, которые мы с тобой часто используем в пищу. То есть, мы будем говорить с вами о картофеле. Итак, на сегодня я с тобой прощаюсь. До свидания. И будь здоров. Продолжение следует...